Наши эмоции на куше трекерогены... Руководитель самодеятельного народного театра Мало-Елгинского дома культуры, что в Лаишевском районе Татарстана, дает подсказки, как лучше вжиться в роль. Артисты, коренные жители села, пенсионеры, учителя, животноводы и школьники. Рауи Явалиулина отмечает, работать одно удовольствие. Тем более в этом году в клубе сделали капитальный ремонт. Я на работу пришла, это мечеть была. Потом построили новый клуб. Но он был холодный-холодный. Мы работали в валенках, в ватных штанах, в телогреках. И вот наступил тот момент, когда действительно в современном клубе, через 33 года, я не нарадуюсь. Начальник отдела культуры Лаишевского района проводит для нас экскурсию. Говорит, на реконструкцию было выделено более 15 миллионов рублей. Сейчас в Доме культуры 18 кружков. Это поддержка, конечно же, президента Республики Татарстан, Республиканская программа, сельские клубы. И, конечно же, поддержка Министерства культуры. Созданы все условия для работы. Даже педагоги, которые работают в столице, хотят к нам, чтобы обучать наших детей. На коллегии озвучили цифры. За последние три года капитально отремонтировано 114 клубов. За шесть лет построено 257 новых объектов на селе. В этом году запланировано капитально отремонтировать 42 объекта культуры и возвести 28 новых. Республика очень большие средства потратила для того, чтобы восстановить вот эту клубную, вот эту сеть. Для нас это очень чрезвычайно важно, чтобы там экспонировалось изобразительное искусство. Директор музея ИЗО рассказывает нам о планах. Запланированы выездные выставки в клубах на селе. Подводя итоги прошлого музейного года, Розалия Нургалеева отмечает. Проведено более сотни выставок и лекториев. Идет работа по модернизации галереи современного искусства. Музею переданы два исторических здания. На Баумна-3 началась работа по созданию центра русского музея. В доме Михляева-Дреблова, что у Петропавловского собора в Казани, разместится образовательный центр музея изобразительных искусств. 2017 год – это, конечно, совершенно удивительный год в истории развития Государственного музея изобразительных искусств. Провелись работы в летний период, реконструкция нашей очень сложной и красивой кровли. На территории усадьбы Сандецкого сделаны огромные работы, я считаю, да, это по реконструкции фонда хранилища. Был дан старт реставрации музеев в Елабуге, музей Шишкина. В Казани музей ИЗО, музей Тукая, музей Шарифа Камала в стадии завершения уже сейчас. В Лаишево мы тоже городской музей Лаишево поставили сейчас на реставрацию. Это действительно событие в культурной жизни республики. Мы с вами долго шли к тому, чтобы Болгород и Свияж перебрели мировое признание. Знаковым событием 2017 года, которое вошло в историю не только Татарстана, но и России, это включение Успенского собора Богородицы Успенского Свияжского монастыря в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот год тоже очень серьезный для нас, потому что он последний бюджетный год для Болгара и Свияжска. Нам необходимо завершить все начатые работы. Мы заработали почти 54 миллиона, это очень хорошо, потому что заполняемость у нас зала 97,5%, это очень высокий процент. Год был успешным, сыграли много премьер, отмечает директор Казанского академического русского большого драматического театра. Зрителю нравится, зритель идет в театр. В этом году, говорит Александр Славуцкий, есть задумка провести Качаловский фестиваль, привезти в Казань спектакли ведущих коллективов страны. Татарстан – это особый регион, где власть понимает, что вкладывать деньги в искусство – это вкладывать деньги в генофонд народов. Для нас год достаточно был успешным, потому что в следующем году нас пригласили на очень много фестивалей. Инна Яркова отмечает, в республике особое внимание уделяют талантливой молодежи и рассказывает нам о тенденции. Выпускник, заканчивая творческий вуз, попадает в некий вакуум. Сразу не берут в профессиональный театр. Так вот, для них открыты множество проектов. Среди них и Центр драматургии, и творческая лаборатория «Угол». К слову, в прошлом году на поддержку молодежной креативной индустрии было направлено более 180 миллионов рублей. Мы очень активно работаем как с Министерством культуры, так и с мэрией города, и, в общем-то, существуем благодаря им. В честь десятилетий Победы, Великой Отечественной войны, построили кинотеатр Победа. После этого здесь мы уже передали вот этот кинотеатр Дома офицеров. Вот он, новый дом. Показывая нам театр, отмечает директор татарского тюза. После реставрации место 560 квадратных метров почти 4000. Когда здание на Гладилова признали ветким, говорит Мансур Ермеев, труппа на время переехала в театр Океат. И вот он, радостный момент. В ближайшее время Госкомиссия должна завершить приемку здания. Здесь у нас гримерка и все вот это на 8 человек. Здесь уже на каждой, вот даже самый главный артистам нужен свой тумбочка у каждого, свое место. Зрительный зал на 226 мест. Изменили и сцену, сделали больше, рассказывает Мансур Ермеев. В этом году запланированы 4 премьеры. Первая весной – спектакль про кролика Эдварда. Спасибо вот президенту нашему, Рустаму Горгиевичу. Вот он дает нам команду. Мы выезжаем только в единственный регион. Мы бесплатно спектакль показываем нашим солдатам. И для наших солдат, которые, если служит человек, 10 человек, мы туда едем, показываем спектакли. Это же гордость татарского языка. Говорят, куда ты исчезнешь. Татарский язык никуда не исчезнет. Повышать качество татарского края нужно полностью. Уважаемые коллеги, задачи, поставленные президентом нашей республики. Говоря на коллегии о задачах, на 2018 год министр культуры особое внимание уделил состоянию современного эстрадно-исполнительского искусства. Мы подготовим проект эксперт-консультативного совета. Кроме собственного повышения качества татарской эстрады, в среде сопутствующих вопросов, поддержка молодых композиторов, мотивация к работе песеным жанром, развитие современных музыкально-компьютерных технологий. Подводя итоги коллегии, премьер-министр Алексей Песошин дал ряд поручений. В 2018 году необходимо активизировать работу по созданию при Министерстве Центра поддержки развития волонтерства в сфере культуры. Оперативно разработать документ, направленный на поддержку молодых специалистов, прибывающих на работу в сельскую местность. Также Алексей Песошин отметил, что в Татарстане создается новый телеканал для детей. Большая пресс-конференция, посвященная телеканалу «Шаян», прошла в пятницу. Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов рассказал, что детский телеканал на татарском языке создается, опираясь на успешный опыт российских федеральных каналов. Также был проанализирован опыт крупнейших западных медиахолдингов по созданию детских телепроектов. С 1 февраля стартует апробация в получасовом тестовом режиме на телеканалах ТНВ и ТНВ «Планета». Как телеканал будет готов к запуску в 24-часовом режиме, планируется заместить в республике канал ТНВ «Планета» на канал «Шаян». Упор делается на научно-популярные, конечно, для детей программы, познавательные программы. Это, прежде всего, познавательный характер этих программ, который должен соотноситься соответствующим образом и с учебной программой детей. Это первое. Второе, 6-часовой блок, он будет повторяться. Это сделано и для того, чтобы татарские дети, живущие в разных часовых поясах на территории Российской Федерации, могли смотреть эти программы, ну, в свой часовой, сейчас что называется. В сетке вещания канала более 20 оригинальных, познавательных и развивающих программ. Главным партнером ТНВ в реализации проекта стало Министерство образования республики. Трансляция канала будет осуществляться через спутниковое, кабельное, интернет-вещание, а также через мобильные платформы. Будет и свой сайт. Сергей Темляков, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. 7 дней.